Продолжение следует... В воскресенье случилось 6 ДТП, в двух из них погибли люди, к сожалению, погиб ребенок. Скажите, кто был виноват в этом ДТП все-таки? Да, к великому нашему несчастью, в воскресенье произошло 6 дорогих транспортных происшествий, в трех дорогих транспортных происшествиях пострадали люди, и в двух из них закончилось дорогих транспортных происшествий летальным исходом. Первое ДТП произошло в Муловке, значит, там водитель такси совершил наезд на мотоблок, где пострадали люди, но незначительно пострадали, а назначено мулаторное лечение. А вот два других ДТП закончились летальным исходом. Это ДТП по данному третьему интернационалу, где водитель мопеда грубо пренебрег правилам дорожного движения, выехал с второстепенной дороги на главную, где попал под колеса проезжающий автомашина Привора, которая двигалась по главной дороге. В результате данного ДТП мужчина, 64-го года рождения, скончался от полученных травм в больнице. Через сутки уже? Да, ночью скончался. А второе ДТП в 17.35 произошло на проспекте автостроителей, напротив дома 21, где водитель также, по одной из версий, нарушил правила дорожного движения, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофорного объекта, проехал данный перекресток, в результате чего совершил наезд на несовершеннолетнего ребенка в возрасте 9 лет, где от полученных травм ребенок скончался в коррете скорой медицинской помощи. Да, это очень вопиющий случай, в принципе, он на сегодняшний день в Ульяновской области, это первый случай со смертью ребенка связанный. То есть в этом году? И произошел в этом году во всей Ульяновской области первый случай. Вот если все-таки говорить об этом ДТП, здесь мы можем говорить, что уже возбуждено уголовное дело по факту? Да, вчера был собран материал, сегодня принято решение, возбуждено уголовное дело. По статье 204 Уголовного кодекса Российской Федерации проводится расследование. Там было двое детей. Вот по случайности... Да, вот данная машина, водитель данной машины, значит, управлял транспортом с включенным видеорегистратором, нам он предоставил эту видеозапись самостоятельно, значит, из которой было видно, что на проезжую часть дороги выбежало два мальчика. Один подрослей, другой помладше. Подрослей, который вовремя среагировал, увидел транспортные средства приближающиеся, остановился. А второй, который поменьше, уже поздно заметил транспортные средства, и поэтому попал под колеса автомашины. Алексей Евгеньевич, мы можем сейчас говорить, что дети двигались на зеленый сигнал светофора? Ну, это установит следствие. Значит, из видеорегистратора не видно, какой светофор горел для пешеходов. Но видно, что при подъезде к регулированному перекрестку для водителя загорелся желтый. Но желтый является уже запрещающим сигналом светофора. Но здесь нужно брать специфику работы светофорных объектов, режим их работы. Когда загорается желтый сигнал, когда загорается для пешеходов либо красный, либо зеленый сигнал светофора, все это будет установлено в процессе расследования данного уголовного дела. То есть можно говорить о том, что светофорный объект, может быть, работал не отрегулированным? Нет, он отрегулированный работал. Но я имею в виду, на видеозаписи не видно, какой светофор горел для пешеходов. Либо красный, либо уже зеленый. То есть это будет выяснять следствие. Чем можно объяснить рост количества ДТП с пострадавшими? Все-таки профилактическая работа ведется, там свидетели и средства массовой информации. Конечно, много работы проводится и в школе, и на дороге профилактической. Почему рост? Ну, рост, скорее всего, связан чисто с невнимательностью водителей, с их спешкой, с невнимательностью пешеходов, где захочу, там, и перейду проезжую часть дороги вблизи нерегулированных, либо регулированных пешеходных переходов. Все это связано чисто с человеческой сущностью, так скажу. То есть, ну, это какой-то бескультуре, я так понимаю, дороги. Так, да, да, да. Это бескультуре людей на дороге. Вот в связи с тем, что сейчас увеличилось количество ДТП, что вы планируете делать в ближайшее время? Погибших много все-таки. Да, и погибших, и пострадавших, и общих. Но, однако, вот общее количество дорожных транспортных происшествий по сравнению с логичным периодом прошлого года у нас уменьшилось. А вот число дорожных транспортных происшествий, при которых пострадали или погибли люди, в том числе несовершеннолетние дети, согласно статистике, у нас количество это выросло. То есть, если в прошлом году взять у нас отчетных дорожных транспортных происшествий, это те, в которых пострадали люди, было 54 на отчетный вот этот период, на сегодняшний день их 70, дорожных транспортных происшествий. 93 человека, в которых в 70-93 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в прошлом году их было 69, то есть рост практически на 40% составляет. И также по погибшим. В прошлом году было зарегистрировано 9 погибших, а в этом году уже 11. То есть, год еще половина не прошло. Да, половина не прошло, а уже 11 человек погибли. Какие-то меры будете принимать? Что делать-то? Меры мы не только будем, мы и принимаем, и принимали, и будем принимать меры. То есть, это увеличение плотности нарядов за счет сокращения выходных дней, я так скажу, потом в предоставлениях в дальнейшем выходные дни. Как-то нужно сбивать и сбивать, в принципе. Но мы одни, так скажем, на 100% не собьем рост дорожных транспортных происшествий. Здесь нужен комплексный подход, в том числе и подход со стороны водителей, транспортных средств и пешеходов. На дороге, граждане, посмотрите, что творится на дороге. Я просто-напросто обращаюсь к вам. Нужно бить тревогу, это уже национальное бедствие. Гибнут, гибнут, и гибнут, и гибнут на дорогах. И только из-за нашей невнимательности. Я знаю, что многие телезрители отреагируют по-разному. Одна из самых распространенных версий. Ведите сами порядок, сделайте дороги, почините и так далее. В данном конкретном случае дорога-то, автостроители нормальные, конечно, не идеальные, но совершенно пригодные для проезжей части. Автостроители сделали, и люди стали гонять. Светит солнышко, погодные условия изумительные. Что необходимо для того, чтобы не нарушать правила дорожного движения и проехать нормально любой отрезок проезжей части дороги, не нарушая правила дорожного движения. Количество ДТП с участием скутеров тоже возросло. По скутерам, я знаю, проводятся рейды. Да, это наша такая же боль. Люди зачастую, граждане города Димитровград, зачастую не знают, с какого возраста можно управлять транспортным средством и как данным транспортным средством необходимо управлять. Покупают скутера своим детям, когда данный скутер, например, имеет объем двигателя свыше 50 кубических сантиметров, который приравнивает сужег мотоцикл, где необходимо его регистрировать, необходимо водительское удостоверение категории для данного вида транспорта. И уже очень много случаев, когда скутера попадают под колеса транспортных средств, разбиваются. Есть случаи уже со смертельными исходами, есть случаи с тяжкими телесными повреждениями на скутерах. То есть здесь также человеческий фактор управлять транспортным средством, пользуясь случаем, скажу, что скутерами вообще независимо от объема двигателя необходимо управлять как и мопедами, так же с застегнутым шлемом в обязательном порядке, управлять скутером и мопедом с 16 лет по дорогам общепользования, велосипедами управлять по дорогам общепользования с 14 лет разрешается. А сейчас, что не остановишь велосипедиста, то 10, 9, 8 лет. Товарищи родители, они сами детей толкают на дорожно-транспортные происшествия. Ребенка еще не сознает, что он делает, а он уже выезжает на проезжую часть дороги. А родителям некогда, родители сидят дома и без родителей. То есть я так понимаю, что для борьбы с количеством ДТП, которое растет в городе ежедневно, каждый день просто увеличивается это количество, я думаю, что нужно уже привлекать общественность. Да, да, да. Те же самые общественники какие-то, я не знаю, народные дружины, что ли, составы? Народные дружины мы привлекаем, но это, опять-таки, не дает очень такого желаемого результата. Он дает, конечно, результат, но желаемого результата нет. Это все зависит от, так скажем, от первичной ячейки нашего общества, от семьи. Как родители воспитают ребенка? Есть, конечно, вот как вчерашний случай, то есть с родителями разговаривали, родители говорят, да, он знал, он узнал, как переходить дорогу, он неоднократно это делал. В принципе, они и переходили проезжая часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. Я не говорю, что во всем там виноваты беспечные родители и все остальное прочее. Есть вина и водителей. Но как-то нужно, и у нас и детский дорогой транспорт, травматизм растет. То есть нужно детям объяснять не только, как переходить, но и что нужно. Да, даже если вы хочешь на разрешающий настафор, ну, посмотри налево, посмотри направо. Нужно учитывать все условия. Нужно учитывать, да. Я благодарю вас за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. Будьте осторожны, берегите себя, своих близких, своих детей. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин